Всем привет друзья! Сегодня у нас будет на обзоре легенькая Бельгия с содержанием алкоголя до 5 градусов, то есть специально такую выбрал, будет у нас бланшик и два вишневых пива, вот, также потом когда-нибудь будет у нас крепкая Бельгия, которую я все никак не соберусь записать, но как-нибудь это безусловно сделаю, вот такие дела. Что здесь из примечательного? Это вот 0,75 объем, да, и 2 по 0,25. Вообще в Бельгии есть только, я так понимаю, 3 объема, да, по крайней мере, которые мне попадались, это 0,33, 0,25 и 0,75 соответственно, других не попадалось. Какое-то пиво есть там, да, условно говоря, и в формате 0,3 и в формате 0,75, например, там Лёфи, Крик, или как, квак, квак, вот это, да, когда-нибудь тоже будет у меня в холодильнике стоит, вот, когда-нибудь мы его тоже продегустируем. Вот, ну, предлагаю начать с бланшика, первый раз сегодня буду открывать пиво вот с такой вот пробочкой, до этого я только шампанское с такой пробочкой открывал. Ну, давайте сначала общая информация, что нам на бутылочке пишут. Кстати, покупал его, по-моему, 380 рублей, вот такую 0,75, не знаю, дорого-недорого, ну, как бы, что-то попробовать же надо, настоящего, так сказать, бельгийца. Но, этот бельгиец, здесь все написано по-русски, то есть, на этих, допустим, наклеены просто вот наши этикеточки, вот как это делают, да, должно быть видно, а здесь именно все на русском, то есть, русская полностью этикетка, поэтому, не знаю, может, это какие-то такие бельгийцы специфические. Давайте я вам зачитаю, что здесь пишут, это бланш Брюссель, я ничего из этого вообще не пробовал, сегодня будет первая проба, вот. Здесь столько объема и алкогольность, давайте зачитаю, пивной напиток, светлый, пастеризованный, нефильтрованный, неосветленный, бланш Брюссель, состав вода питьевая, ячменный, пшеничный солод, хмель, дрожжи, кориандр, цедра апельсина, алкоголь 4,5, содержание, ну, понятно, экструктивность начального сусла 10,5. И давайте я вам зачитаю, кто нам это пиво варит, это, так, это, это адрес или что, я просто, к сожалению, не очень понимаю, Бразери Лефабр, да, наверное, вот это, да, и это город Квенаст Бельгия, я так понимаю, если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Ну, че, давайте все это дело открывать, надеюсь, оно никуда не улетит сразу, пока это все дело, сейчас буду убирать вот эту защиту, так сказать, от газированности, да, как-то я опасаюсь. Надеюсь, пена никакая сейчас не побежит. Опа, хлопок такой. Ну, все, открылось благополучно. А, ну, давайте наливать. Такая бутылочка. Интересная. Вообще, меня Бельгия сейчас очень привлекает, реально, вот, пиво, с которого, давайте пиво здесь поставим, пиво, с которого я сейчас всегда кайфую, это как раз Бельгия. Блин, ну, кроме вот того, что у нас продается под видом лагеров, особо, вся остальная Бельгия мне практически нравится. Делириум. Блин, ароматика прямо вот здесь чувствуется, вообще такая. Такая вот эта вот цедровая, вся эта тема цитрусовых. Кайфовая. Давайте попробуем. По цвету такой мутничок, все холодненькое такое. Ну, как, чуть-чуть я его под это подогрел, но все вам холодненько. Давайте, в общем, бахнем. Ваше здоровье, ребят. Классное пивко сегодня на моем столе. Не трешак какой-нибудь, а. Ну, такое, знаете, легенькое. Кисленькое. С оттеночками цитрусов пива. Такое освежающее. Сказать, что я прям впечатлен, конечно, не скажу. Но почему? Опять же, конкретно вот этот стиль, бланш, да. Он, в принципе, достаточно часто встречается. Сказать, что это какой-то там сверхнеординарный представитель или лучший этого стиля, я не могу. Ну, вот, по своим ощущениям, да. Вот тот же гримберген, на мой взгляд, как-то пободрее, даже, может, немного. А в целом, конечно, подача, большая бутылочка. Пиво хорошее, вопросов нет. В своем стиле, как и должно быть. Ну, как бы, такого, знаете, удивления просто не произошло. Поехали дальше. Предлагаю открыть вот этого маленького Крикенбира. 0,25 объем. Я его в метро брал, по-моему, за 80 рублей по скидке. Я без скидок, ребят, цену не скажу. Потому что я бельгийцев особенно только по скидкам покупаю. Потому что они прям люто какие-то дорогие. Вот. Ну, этот вот за 80 рублей. Я взял вот эту 0,25 баночку. Давайте зачитаю. Здесь только по-русски наклеено это. Как, контур-этикетка, или как она называется? Пивной напиток Крикенбир Белджин Черри Витбир. То есть, это Витбир такой с черри, да. Ну, вообще, вид это просто белая, как бы, переводится. Это не вид, вот, вид бланш, да, вот написано, белый бланш. То есть, бланш, это именно вот как стиль. То, что это пиво пшеничное с кориандром и цедрой. А здесь вид, я так понимаю, это просто как какое-то белое, да. Ну, наверное, оно свишнее не будет белое, но будет в любом случае какая-то красноватая. Так, ладно. Пастеризованный, нефильтрованный, неосветленный. Понятно. Объем 0,25, объемная доля тела аспирта 4. Так, значит, экстрактивность здесь 12. Состав вода подготовленная, пшеница, солод пивоваренный, ячменный сок, солод пивоваренный, ячменный, сок вишневый концентрированный, подсластитель, сукролоза, не знаю, что это такое, овес, ароматизатор, ароматизатор, хмель и хмелепродукты, дрожжи, пивные травы. Пивные травы? А, дрожжи пивные, блин, травы. Здесь, блин, запятые все, какие-то непонятные. Что такое? Ладно, давайте открывать. Дрожжи пивные травы. А, кстати, здесь тоже маленькая такая, знаете, на баночках бывают большие такие вот эти вот открывашки, да, и маленькие, вот здесь маленькая, но, собственно, и баночка маленькая, да. Я вот про вот эти вот отверстия и открывашки, сами говорю. Так, ладно, что у нас здесь по пиву? Ну, вишневая, конечно, это не белая, но, собственно, было бы странно, если бы было белым. Пенка достаточно приятная, мелкозернистая, такая плотненькая, ароматика вишневая чувствуется, но там написано ароматизаторы. Поэтому, знаете, какая вишня? Кисельная какая-то. Почему-то у меня ассоциации такие вызывают. Но вообще вишней пахнет очень сильно, да. Надо, наверное, было сначала Крик Бун открыть, там, наверное, нет ароматизаторов, а то сейчас у меня здесь все вишней про это пропахнет, и будет казаться, что и там вишня прям так прет. А может, она там так и прет, а может, и нет. Короче, будем проверять. В общем, арома чистая вишня, но у меня почему-то она такая, знаете, немножко с кисельным каким-то, как кисель вот вишневый какой-нибудь. Пена, кстати, отсела. Давайте попьем, попробуем это пивко. Сладкая? Блин, сладкая. Не люблю такое сладкое сильно. Пиво. Ну, вишня чувствуется, вишневость, да, какая-то вот. Блин. Приторность от вишни. Не знаю, вот оно реально напоминает какой-то вишневый кисель, блин. Я не знаю почему. Какая-то вот еще есть такая тема. Что-то не знаю, я как-то не очень тоже впечатлился. Блин, планировал трижды, трижды, короче, кайфануть. В итоге... Сейчас бланшиком запью. В итоге вишня какая-то сладкая. Ну, бланшик хороший, да. Бланшик на уровне. Вопрос нет. Видимо, все-таки ему немножко надо было погреться, постоять. Вот. Вот этот что-то как-то не очень мне впечатлил. Давайте, короче, крикбуна этого попробуем. Что здесь пишут? Пивной напиток, светлый, фильтрованный, пастеризованный, крикбун. Алкоголь не менее 4. Состав вода, ячменный солод, пшеница, вишня 25%, хмель, дрожжи. Действительный экстракт один с половиной. Этот у нас производится. Я там, кстати, не постоял. Сейчас вернусь, посмотрю. Сначала найду здесь информацию. Так, продукции. Фонтейн Стад. Фонтейн Стад. Какой-то. А, изготовитель вот, браури. Франк Бун. А Фонтейн Стад, это, я так понимаю, город Бельгия. А здесь был у нас производитель. Какая пивоварная? Давайте глянем. Это Брювери Корнили Сен. Б-в-б-а. Вот какая-то такая. Короче, ладно. Это все не особо интересно. Я думаю, может просто какая-нибудь пивоварная, знаете, такая известная, знаковая, которая попадалась в каких-нибудь там фильмах, может быть, или где-нибудь. Известная, в общем, тема. А, давайте наливать. Это написано ламбик. Сто процентов ламбик. А ламбик это смесь, ну это дикое пиво, сброженное дикими дрожжами. И там еще должна быть смесь старого пива и нового пива. И вот эта тема называется ламбик. Вроде как я ничего не путаю и говорю правильно. Но как всегда, эксперты меня поправят, а я все-таки любитель, дилетант, поэтому мне можно говорить вот так. А когда-нибудь сделаю ролик чисто по ламбикам, и там я уже, так сказать, основательно все проштудирую. Ну, я думаю, что я сказал абсолютно верно, потому что особо тут нет ничего сложного. И плюс, видите, ребят, 2019, 2019, то есть здесь именно 2019 года смесь. Вот. И очень долгий здесь срок хранения, причем, я так понимаю, 2024 стоит. Притом, я так насколько понимаю, что в принципе срок хранения даже больше, просто по нашим законам надо 5 лет вроде писать. Поэтому они пишут что-то такое. Цена на это пиво я брал по скидке в ленте что-то около 120-130 рублей. Вот за такое 0,25 по-моему бутылочка. Или... Да, это 0,25. Поэтому ценник такой. Что, давайте посмотрим, давайте сразу, да, вот, вишня и вишня, да, вот, ребят. Ну, вот где вишня и вишня. Вот это вот, блин, вот для меня вот это вишня. Вот это какая-то непонятная такая история. Странненькая. Давайте посмотрим. Да здесь ароматика не яркая абсолютно. По сравнению с той, которая вот у нас здесь все распространилась, здесь нет. Во-первых, здесь ароматика какая-то... Вот это, видимо, как раз вот это свойство от этих диких дрожжей, что она дает какой-то такой аромат. С одной стороны, вишня чувствуется, можно ее учить, но на первом плане какая-то, знаете, не самая приятная какая-то такая составляющая. Вот как там говорят, что должна быть какая-то вот сарай, да, какой-нибудь, какие-нибудь там аромат лошадей, вот что-нибудь такое. Что-нибудь подгнившего, что-нибудь такого. Вот арома, знаете, такая немножко какая-то подвяльная. Она специфическая, но она, кстати, не неприятная. Нету здесь такого, что она неприятная. Ну, лично для меня. И вишенки есть немножко. Здесь можно вот действительно посидеть, так повтыкать в аромат, что-то попридумывать, посидеть. Очень любопытное пиво. Давайте, ваше здоровье, ребят. Пробуем ламбик. Во. Вот здесь нет сладости такой. Здесь вишня, она кислая, здесь чувствуется кислота. Кислота прикольная, нету, знаете, какой-то вот экстра кислоты, которую я не люблю, допустим. Когда ты пьешь пиво, оно прям супер кислое, вот это мне не нравится. Здесь такого нету, здесь она такая деликатная, хорошо встроенная в целом в это тело. С такими налетами вишневой косточки, которые дают небольшую горчиночку. Такой, скорее, знаете, вкус. Здесь он не столько... Здесь вишня, она такая, как бы, знаете, дает общий фон всему этому напитку. А в профиле вот такая вот кислая составляющая, немножко вот вишневой косточки, немножко вот каких-то вот таких вишневых тонов. И все это вот на базе вот такой вот вишни, которой вот понятно, что у нас здесь ее много, она чувствуется и все такое. Но, мне кажется, этому пиву тоже немножко надо поставить погреться. Чтобы оно больше, ну, не знаю, может, погреться и плюс насытиться кислородом, что-нибудь такое. Тогда оно, мне кажется, будет поинтереснее. Давайте, в общем, подводить итоги. Ну, знаете, вот вишневый вот этот вот крикбун мне понравился. По поводу бланша, я хочу цену ниже. За эти деньги, он хороший, да, спора нет. Сейчас еще даже глоточек сделаю. Он хороший, спору нет, но дороговатый. Поэтому, наверное, нет. А вот этот какой-то, блин, он действительно какой-то синтетический. Мне показалось сладкий, во-первых, не мой профиль. Ну, в общем, примерно так. Кислый, сладкий, ну и бланшик хороший. Ладно, наверное, на этом я буду заканчивать. Ребят, пишите в комментариях, как вам это пиво. Понравилось, не понравилось. Ставьте лайки. Пишите, пишите, да, комментарии. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok